здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема снова представления декоративных кустов которые украсят ваш участок и поверьте что я познакомлю вас с такими которые вы еще не видели среди растений украшающих наш сад всегда найдется тот который вот знаете вот выделяется просто своей красотой своей необычностью согласитесь со мной что увидев вот такое вы просто сойдете с ума это конечно тамарикс необыкновеннейшее растение хочу показать вам еще одно необыкновенное энкиантус это ландыши на ветках дерева причем розовые господи надо природа насколько великолепно а это узнаете ну конечно это лимонник китайский вот так он созреет и вот так будет украшать ваш сад ну конечно же кампсис кампсис запоминайте я выговорить не могу береза с фиолетовыми листьями хотите не хотите ну конечно что же вы избалованные это бузина обыкновенная а вот это милые мои бузина черная это красная а это черная бузина черная является лекарственным растением значит кроме всего прочего здесь огромное количество жасминов представлено махровых и не махровых даже показывать не буду хочу остановиться на другом растении это спирея я буду показывать вам картинки и заодно буду сразу рассказывать значит спирея это растение вот действительно знаете украшение сада и услада души садовода потому что она может быть 15 сантиметров 25 30 50 60 70 80 метр метр двадцать и даже два с половиной причем цвета будут собраны на одной белые и розовые а у этой с розовыми цветами будут желтые листья и она настолько великолепная и яркая в саду а вот в такую вы видели а у нее бутон где-то порядка 15 сантиметров вот этот розовый бутон это вот такая шапка вот еще одна красотка она невысокая у этой как раз 60 сантиметров то есть она очень легко стрижется ты можете любые композиции создавать у себя на даче в сочетании пирамид шаров там и не знаю стенок даже каких-то значит вот это вот японская красавица но для того чтобы цвет не надоедал глазам и вы понимали чтобы вот это розовое вот это белое это желтое нужно обязательно белую посадить белый цвет на среди цветов создает правильно ритм для глаз ну вот еще одна желтыми листьями она тоже великолепна и правильно нужно говорить спире я абсолютно неприхотливые кустарники которые я вам показываю абсолютно растут на любой почве если вы не забудете хотя бы раз в два года давать им калий и фосфор в августе месяце господи и весной бросить мочевины горстку они вам будут не знаю разрастутся так что любую помойку закроют любую дырку в заборе ну правда очень красиво и цветут они очень долго ну если они зацветают где-то там в начале июня то до начала июля и будут цвести и не менее если даже и не больше хочу сказать про жасмины где-то еще потеряла три штуки не могу найти в этом многообразие значит это по-другому в народе называть чубук почему чубук потому что именно из корней этого растения делают курительные трубки которые называются чубуками а и жасмин бывает не только белый а еще и розовый но это достаточная редкость и тот кто обладает розовым жасмином ну просто королева или король ну вот сажая такие растения вы должны помнить что важно высота растения которые вы посадите если вы посадите с этой стороны солнце ходит и здесь два с половиной метра кустарника здесь на убыль наоборот вон туда посадите два с половиной метра а перед ним на убыль все меньше меньше и то есть композиции могут быть очень красивые и они просто будут шикарны это правда без этого нельзя жить понимаете жизнь становится серой я желаю вам удачи здоровья ну и конечно же вот таких красивых растений всего доброго и до свидания